В его план никогда не входило, чтобы его люди были обязаны и должны перед этим миром, или перед кем-то другим. Да. Я хочу, чтобы мои люди были свободными от долгов. Пора выбираться из долгов. От жизни свободное от долгов вас отделяет лишь одно решение. Примите сегодня качественное решение жить свободными от долгов. Пора выбраться из долгов и жить свободными. Вы сражаетесь с долгами? Вы постоянно думаете о своих счетах? Сегодня присоединяйтесь к Глории Куплэн и ее гостю, пастору Джорджу Пирсонсу, когда они начнут серию передач на тему «10 дней хождения в свободе от долгов». Сегодня на передаче «Победоносный голос верующего». Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». С нами снова пастор Джордж Пирсонс. Я уверена, что вы не пропустили ни одной из передач. Но он уже провел со мной 100 передач о процветании, приумножении и благословении. Аллилуйя! Фактически это 101-е. 101-е. Слава Богу! 101-й день. Мы вместе перешли ко второй сотне наших передач о процветании. Так что к этому моменту все должны уже быть без долгов, потому что мы начали как давно? Мы начали это два года назад. Два года назад. И разве не было бы здорово, если бы зрители присылали нам свои свидетельства о том, как они получили ответ? Всегда воодушевляет получать от наших партнеров и друзей, которые смотрят эту передачу, свидетельства о том, как это меняет их жизнь. Да. Это изменило мою жизнь. Моя жизнь изменилась. Хорошо. Вы помните, когда я впервые пришел сюда в это служение? Более 38 лет назад. Я оказался в помощи. Да. Помогите, помогите. Кто-нибудь. Мы рады, что ты пришел, Джордж. Я был так благодарен за то, что я пришел, за то, что я здесь. И был частью служения все эти годы. Я был учеником Каннета и Глории Копланд, учеником Слова Божьего, и это принесло мне пользу. Расскажи всем, откуда ты приехал. Все думают, что ты южанин. Я приехал. Я приехал из штата Массачусетска. Думаю, ты хорошо адаптировался к нашему образу жизни. Да. Я привык к еде здесь, она очень вкусная. Да. И я могу говорить, как южанин. Даже не задумываясь. Это начало. Я полюбил это место. И полюбил эту семью. Я так благодарен вам, Сканнета. Ты был благословением, это точно. И я преуспел. Произошли большие изменения. Я знаю, что и в вашей жизни произошли большие изменения. Глория, с тех пор, как мы начали этот цикл передач, несколько лет назад, 250 тысяч человек скачали конспекты этих передач. Подумайте об этом. Слава Богу, подумайте об этом. Подумайте об этом. Как говорил Папа Кларк, подумайте об этом. Подумайте об этом. Потрясающе. Это потрясающе. Не говоря уже о том, куда они пойдут дальше. Да, и мы получаем свидетельства от людей, которые смотрят эти передачи о процветании. Я в восторге именно от этой серии передач, которую мы с вами собираемся провести вместе, потому что эту серию, которую мы сейчас проводим, мы назвали «Десять дней свободы от долгов». «Десять дней свободы от долгов». Хорошо, аминь. И в протяжении этих десяти дней мы будем говорить об этом, и мы поговорим о вас, Коннетом, и о том качественном решении, которое вы вдвоем приняли о том, чтобы выбраться из долгов. Мы поговорим о качественном решении, которое приняли мы с Терри в отношении того, чтобы выбраться из долгов. И у вас с Коннетом не было долгов с 1967 года, и у нас с Терри тоже не было долгов, и это приятное состояние. Я думаю, Джордж, можно догадаться, что если бы мы брали деньги в долг на все, что мы делаем, на радио, телевидение, на здание, на землю, на дом, на все, что мы сделали, то за все эти годы у нас набежало бы процентов на 40 миллионов долларов. За много лет это большая сумма. Это большая сумма. Которая осталась в движении Божьем и не была потрачена на сторону. Она осталась в Царстве Божьем. Глория. Одна мысль об этом вызывает благоговение. Это чудесно. Да. И по всему миру есть люди, которые приняли Слово Божье и поступали так же, включая Джорджа и Терри. Аллилуйя. Здание Центрального Офиса Миссии Канеты Копланда было закончено в 1988 году. И мы до сих пор бы еще выплачивали бы ипотеку на 30 лет. А сколько у нас это заняло времени? У нас это заняло некоторое время, чтобы заплатить наличными. Да. Не помню, как долго это было медленнее, чем взять деньги в долг, но не медленнее, чем выплачивать проценты задолженные деньги. Знаете, Глория, в 1978 году Господь дал брату Копланду Слово. В то время я ездил с ним повсюду. У него была серия проповедей на тему исцеления, и Господь проговорил к нему, сказав, «Я хочу, чтобы мои люди были здоровы». Вы это помните, когда Господь дал ему Слово, «Я хочу, чтобы мои люди были здоровы». И когда я молился за эту серию проповедей, я ясно услышал Слово от Господа. Слава Богу. Он сказал, «Я хочу, чтобы мои люди были свободными от долгов». У него всегда был этот план, всегда. В его план никогда не входило, чтобы его люди были обязаны или должны перед этим миром, или перед кем-то другим во имя Иисуса. «Я хочу, чтобы мои люди были свободными от долгов». И мы с вами вместе все эти 10 дней будем проповедовать Слово Божье, служить вам и помогать вам избавляться от долгов. Избавляться от них. Аминь. И вы поймете, почему? Если оглянуться назад на историю этого служения, то мы заплатили бы 40 миллионов долларов. 40 миллионов долларов. Со всего, что мы использовали, чтобы строить в этом служении, проповедовать на телевидении, чтобы все это делать. Да. Мы бы просто это отдали. Но нам не пришлось это платить, поскольку мы поверили Богу. И сейчас настал тот день и час, когда нам необходимо жить без финансовых долгов. Настал тот день и час, когда не стоит быть в долгах. Но мы можем выбраться из них. Когда мы только начинали, брать деньги в долг было довольно дешево. Да, не так. По сравнению с тем, как это сейчас. Да. Так было? Но и тогда все равно у нас был бы процент в 40 миллионов долларов. Это впечатляет, правда? Позвольте я помолюсь за эту передачу, за эти передачи. И мы будем в согласии с вами насчет вашей свободы от долгов. Ваша свобода от долгов уже видна. Она здесь, в Слове Божьем. И мы вместе будем воплощать это в жизнь. Аминь. Отец во имя Иисуса, мы благодарим тебя за эти передачи. Я благодарю тебя, Господь, за то, что ты хочешь, чтобы твои люди жили свободными от долгов. И в Слове Божьем указаны пути к этому. Даже посреди, казалось бы, невозможной ситуации, есть путь, как выбраться из долгов. И мы крепко держимся его. Мы благодарим тебя за это. Спасибо тебе за помазание Духа Святого. Для того, чтобы донести до людей. Господь, именно то, что ты хочешь донести через нас. Слава Богу. О свободе от долгов. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Глория, я бы хотел начать сегодня. Это восхитительно. Да, это восхитительно. Я в восторге от этого. И сегодня мы начнем со Слова от Господа, которым поделился Брат Копланд на Юго-Западной конференции верующих. Это было 9 июля 2007 года. И вот почему я читаю эти слова от Господа. Потому что нам необходимо верить тому, что говорит пророк. Это слово идеально подходит тому, о чем мы с вами будем говорить на протяжении всех двух недель. Хорошо. Проявление благословения сейчас на такой высоте, какой еще не было во все времена. Вы приближаетесь к благословляющему проявлению славы. Оно будет происходить с такой взрывной интенсивностью, какого человечество еще никогда прежде не видело. Глория, это 2007 год, а сейчас уже 2015. И тогда было сказано, что вы приближаетесь к благословляющему проявлению славы. И я верю, что мы уже достигли этого времени. Я верю, что мы уже видим это. Аминь. Благословение будет окружать вас. Благословение будет окутывать вас. Вы научитесь ходить под кровом Всевышнего, благословленные в Его благословении, благословленные в Его славе. Благословленные при выходе, при входе. Аминь. Верно. Благословленные в своих финансах. Слава Богу. Между прочим, конспекты доступны в интернете. Воспользуйтесь нашим предложением. Зайдите на нашу страницу и на английском языке вы сможете найти их. Скачайте их для себя и сразу же используйте их. И следите, исследуйте по этим конспектам за нами на протяжении этих двух недель. И для меня было бы честью и удовольствием, если бы кто-то захотел проповедовать по ним. Если кто-то захочет по ним проповедовать, пожалуйста. Слава Богу. Позже на этой неделе мы поделимся с вами свидетельством о паре, которые являются пасторами. И у них в церкви есть христианская школа. И они учат, используя цикл «50 дней процветания» в своей программе для 5-х и 6-х классов. Потрясающе, не правда ли? Ведь это для нас честь. Хорошо. Для кого? Для 5-го и 6-го класса. Для 5-го и 6-го класса. Это меня так впечатлило, а потом я подумала, правильно ли я поняла. 5- и 6-классники изучают 50 дней процветания. Это приблизительно наш уровень, Джордж. Я думала, что мы посерьезнее, но это так просто и так легко. Это просто. Что 5- и 6-классники могут это понять. Аллилуйя. По-моему, есть такое шоу «Ты умнее 5-классника?» Да, да. 6-классника. Хорошо. Благословенные при входе, благословенные при выходе, благословенные в своих финансах. Все долги будут вынуждены оставить вас, как проказа оставляла прокаженных в прежние времена. Аллилуйя. Слава Богу. Господь сказал, долги – это финансовая болезнь. Это финансовая проказа. Это попытка сделать с помощью денег и способности в этом мире то, для чего я сотворил благословение. Да, верно. Только это не благословение, а бремя. Долги – это часть проклятия. Безусловно, если вы начнете исповедовать Слово Божье, вы будете удивлены и восхищены тем, как быстро в вашей жизни поднимется Слава Божья и изгонит долги. Если вы будете приносить мне свои десятины и проводить со мной время, что является для меня десятиной, я буду вас учить, я буду вас подготавливать, я буду вам показывать, как быть свободными от долгов. Я благословлю вас свыше ваших средств, я благословлю вас свыше вашего дохода, я благословлю вас свыше вашей зарплаты, я благословлю вас свыше всего, что вы когда-либо раньше знали. Слава Богу. Я покажу вам то, о чем вы никогда раньше не слышали. Вы воспользуетесь этим и будете благословлены в финансовом плане. Я принесу вам такое финансовое благословение, что вы даже не будете иметь представление о том, откуда оно взялось. Ситуация достигла точки взрыва, и я готов, говорит Господь, если вы начнете это исповедовать, ходить в этом, сделать это приоритетом вашей жизни, тогда слава будет проявлена среди вас, и вы будете воздавать мне хвалу, я приду и буду среди вас, и мы вместе будем замечательно проводить время. Мы вместе будем замечательно проводить время. Позвольте я скажу это в самом начале. Возможно, я повторю это позже, но... Когда мы с Кенетом поженились, он был в долгах. Я вышла замуж за него и за его долги. У него были долги в банке и много других долгов. Я была неопытна, я даже не спросила, а сколько ты должен? Вы были просто сражены этим. Он предложил мне выйти за него замуж на первом же свидании, и я ответила, хорошо. Это было более 50 лет назад, но у нас получилось, хотя я не советую вам так поступать. У нас практически не было никакого дохода, и мы были в долгах. Когда мы сосредоточились на Слове Божьем, мы сказали, мы будем делать то, что сказано в Слове Божьем. А потом мы увидели, что в Писании сказано, избегайте долгов. Это был тяжелый удар. Я хотела дом. Кенет хотел самолет. Он мог бы жить и в самолете, но я хотела дом. А люди не платили за дом наличными в те дни. Это были очень редкие случаи. Но мы все равно сказали, так сказано в Слове Божьем, и мы будем это делать. Я просто рассказываю это вам. Это было очень-очень много лет назад. Мы обратились к Слову Божьему и поверили Богу, что сможем платить наличными, и мы ни в чем не нуждались. Ни в чем. Слава Богу. Слава Богу. Слово Божье действует. Это вдохновение для всех нас. Ваша история всегда была вдохновением для нас, Терри, чтобы стремиться к тому же. И сегодня мы с ней живем в прекрасном доме, свободном от долгов. Слава Богу. Свободном от долгов. Да. Слава Богу. Мы в свободе от долгов. Этого не произошло бы, если бы вы не верили Богу. Все возможно верующему. Все возможно. Для нас это было целое путешествие веры. Мы верили Богу и стояли на Слове Божьем. Мы продолжали сеять и давать пожертвования. И при помощи даяния мы выбрались из долгов. Но знаете, в этом Слове от Господа кое-что сказано. Долг – это часть проклятия. Да. Это часть проклятия. Вы можете это увидеть в 28 главе книги Второзаконной. Да. И в послании Галатам 3.13 сказано, «Христос искупил нас от клятвы», то есть проклятие закона, «сделавшись за нас клятву, ибо написано, «проклят всяк, висящий на древе». Почему? Зачем мы искуплены? Дабы благословение Авраамова. Да, безусловно. Слава Богу за благословение Авраамова. Через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. Мы были искуплены от проклятия закона, чтобы мы могли жить в благословении Авраамовым. Безусловно. Я бы хотел, чтобы мы открыли 28 главу книги Второзаконной. А также в притчах 10.22 сказано, «Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собой не приносит». На сегодняшней передаче мы выясняем, что прежде всего долг – это часть проклятия закона. А мы с вами были искуплены от проклятия закона для того, чтобы ходить в благословении Авраамова. И ваша свобода от долгов является частью воли Божьей для вашей жизни. Это воля Божья для вас – быть свободными от долгов. Это благословение. Это благословение. Боже мой, это благословение. Благословение Господне. Хорошо, 28 глава книги Второзаконной. Очень-очень важное местописание для нас, Терри. Когда мы поженились, брат Кеннет прочитал над нами это благословение. И с тех пор мы ходим в этом. Мы ходим в этом благословении. С 1 по 14 стих там описано благословение Господне. И потом с 15 по 68 стих – проклятие. Проклятие закона. И прежде всего, давайте посмотрим 43 стих. Терозаконие 28, 43. И в наших конспектах это вторая страница. Хорошо. Книга Второзакония, 28 глава. Мы читаем 43 стих. Это часть проклятия, описанного здесь. Там сказано, «Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобой выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже». Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом. Разве не хорошо? Здесь описана ситуация. Ситуация здесь описана хорошо. Да. Да, долг – это часть проклятия. И я нашел кое-что интересное. Это и есть в наших конспектах Глория. Фраза «давать займы» на иврите означает «оплетать» или «объединяться», «сводить вместе», «прилепляться» или «соединять себя с кем-то». Вы подписываете документы, подписываете контракты, подписываете обязательства. Я буду вносить ежемесячную плату в течение 40 лет. Совершенно верно. Я помню, когда мы с Терри брали кредит на один из наших домов, в котором мы собирали жить, нам задавали все вопросы, всевозможные, какие только можно придумать. Они хотели знать все, они хотели быть уверенными, что они получат назад свои деньги. И ты начинаешь чувствовать, что ты теперь подчинен им. Вас допрашивали. Да, совершенно верно. Да. Это можно представить, как в старых фильмах, в черно-белых фильмах с 40-х годов ведут допрос. Вам направляют в глаза яркий смертный. Верно. Именно так ты себя чувствуешь. Как должник, то есть раб-заимодавца. Ты знаешь, что они могут заполучить тебя, когда захотят. Да. Сразу же. И если бы Господь проговорил, сказав тебе, отдай это дом, отдай эту машину, ты уже не можешь это сделать, не спросив прежде свой банк. Сначала заплатите за это. Да, вероятнее всего, такой будет ответ. Вы не можете этого сделать, пока не выплатите долг. Еще где сказано хвост. Там, где сказано, он будет главой, а ты будешь хвостом. Это весьма интересное выражение. Это очень метро сказано. Слово «хвост» на иврите означает «обрубок». Неужели? Я этого не знала. Да, да. Слово «хвост» означает «обрубок», «конец». Оно также означает «шататься», «бездельничать». Шататься. Обычно взаимодавец бездельничает. Хвост. Да. Каждый месяц «высылайте мне мои деньги». Каждый месяц. Если пропустите пару месяцев, потеряете дом, то просто потеряете дом. И деньги, которые вы в него вложили. Но потом мы должны посмотреть на «благословение». На ту часть с благословением. Посмотрите 12 и 13 стихи, это 28 главы книги Второзакония. Это благословение. «А откроет тебе, Господь, добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих. И будешь давать взаймы многим народам. А сам не будешь брать взаймы». А сам не будешь брать взаймы. Для меня это звучит как приказ. Да, верно. «Не будешь». Он также обращался к народу. Верно, он обращался к народу. Вы слышали о нашем национальном долге? Ты слышал, что у нас был национальный долг? Я слышал, что у нас был национальный долг. Но знаете что? Наше служение не попадает под влияние национального долга. Наша семья, наша жизнь не в долгах. Знаете что? Ваша жизнь тоже может быть не в долгах. Вам нужно начать верить в это. Глория — это часть благословения. Там, где сказано, что вы будете главой, имеется в виду, что вы будете на высоте, на вершине. Самым главным. И это показывает мне, что когда мы в положении должника, кто-то другой является главным над нами. Вы склонились перед ним. Кто-то другой. Вы преклонили колени. И об этом говорилось на этих собраниях 30 дней славы. Мы еще вернемся к ним позже, подробнее. Но однажды вы ко мне пришли и сказали, «Джорж, что ты думаешь, если нам проводить служение в церкви каждый день на протяжении месяца?» Мы сделали это в сентябре 98-го года. 30 дней славы. Это было сильное время. Лерой Томпсон, пастор Лерой, был с нами. Он проповедовал о том, что деньги приходят. Но было одно послание, которое проповедовал брат Кеннет. Фактически, он написал об этом в книге. Хорошо. Но он все время, а на это пошло два диска, это была длинная проповедь, он говорил о свободе от долгов. И он сказал некоторые вещи, Глория, которые побудили меня принять определенное решение о том, чтобы выбраться из долгов. Послушайте, что он сказал. Хорошо. «Одалживание заменяет завет». Заменяет завет. Да. Я не помню этого. Вы обращаетесь к кому-то, когда нужно обратиться к Богу. Я рада, что ты нашел эту цитату. Это сильно, не так ли? «Одалживание» это замена завета. Иначе говоря, вы выбираете другой завет. Вы выбираете другой завет. Который заменяет первый, чтобы заменить. Которым сказано, он восполнит все ваши нужды по богатству своему в славе. Поэтому, Глория, мы с вами и все мы вместе на протяжении этих двух недель будем заниматься именно этим. Мы будем обращаться к Богу. Аминь. И в пятницу, Глория, мы сделаем то, чему научил меня брат Кеннет, то, что сделали вы с Кеннетом. И это называется качественным решением. Мы хотим подвести вас к этому в пятницу. Но уже сейчас я вам скажу вот что. Если вы принимаете качественное решение выбраться из долгов, и именно в этом мне помог брат Кеннет, он сказал, Джордж, в тот момент, когда ты принимаешь качественное решение избавиться от долгов, Бог видит тебя свободным от долгов. Слава Богу. Он работает с нами. Можно сказать, что вас отделяет от этого лишь одно решение, хотя есть много нитей, ведущих к этому. Глория. Хорошо сказано. Вас отделяет лишь одно решение от того, чтобы навсегда освободиться от долгов. Я хочу сказать это нашим телезрителям. Вас отделяет лишь одно решение от вашей свободы от долгов. Слава Богу. Приятное ощущение. Мне это нравится. Глория, мы замечательно начали. Я это знаю, Джордж. Ты уже привел меня в восторг. Слава Богу. Джордж и Терри это знают. Это работает. Мы не смогли бы проповедовать это, если бы это не получалось у нас. Да. Это действует, и это будет действовать для вас. Вас отделяет лишь одно решение от свободы от долгов. Мы с Джорджем сейчас вернемся. С нами на этой неделе пастор Джордж Пирсонс, и он будет говорить с нами о том, как быть свободными от долгов. Они с Терри узнали об этом и исполняют это в своей жизни. Как и мы с Кенетом узнали об этом и исполняли это в своей жизни. Мы были чрезвычайно бедны, ниже уровня бедности, я уверена. Хотя мы не голодали, у нас была крыша над головой, мы были благодарны, но Бог хочет, чтобы у нас был избыток, благословение и приумножение. Но вы не получите этого без веры, и вы не получите веры без знания того, что уже сказал Бог. Вера приходит от слышания того, что сказал Бог. И когда вы принимаете это из Слова Божьего, у вас это есть. Именно поэтому мы проводим эти передачи на тему свободы от долгов. Вера о свободе от долгов приходит от слышания. Слова Божьего о свободе от долгов. И это абсолютно выполнимо. Безусловно. Если вы будете верить Богу и действовать соответствующим. Безусловно. Аминь. Люди могут делать это и дома. Вчера на передаче «Глория» мы начали закладывать основания для этой серии передач. Мы прочитали слово, которое Господь дал брату Копланду о свободе от долгов. И мы также говорили о том факте, что согласно 13 стиху, 3 главы послания Галатам и 28 главе книги Второзакония, долги являются проклятием. Свобода от долгов – это благословение. И что мы выбираемся из долгов? Мы выбираемся из долгов. Мы учимся, как это делать. И вот что мы будем делать сегодня и завтра. Мы будем рассматривать Слове Божьим причины, почему мы должны быть свободными от долгов. А свобода от долгов – это Божья идея. Это Божья идея. Вот как мы об этом узнали. Да. Это воля Божья для нас – жить свободными от долгов. И мы удовлетворим эту потребность сегодня. Да. Ты сегодня поговоришь на эту тему. Люди не понимают, как я куплю дом, как я куплю машину. Да, я бы не могла этого понять. Да. Что нам делать? Но мы это сделали, и Господь освободил нас. Да, Он показал вам путь, Он показал путь нам. И в Его Слове очень ясно показаны причины, почему Он хочет, чтобы мы были свободными от долгов. Да. Я хочу, чтобы мы начали с 8 главы Евангелия Теана. 31 стих. Там сказано. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». И в моих конспектах, а это конспекты на каждый день для этих передач. Вы можете зайти на наш англоязычный сайт, найти ссылку на конспекты и скачайте их для себя. Глория, уже 250 тысяч человек скачали конспекты... Слава Богу. ...по тем 100 передачам, которые мы провели. 250. 250 тысяч. Это целая толпа, Джордж. Вы можете следовать по этим конспектам вместе с нами. Слава Богу. Работать с ними на этих передачах. Еще раз пересмотрите предыдущие передачи. Да, и мы хотим получать свидетельство от людей, которые приняли Слово Божье и действуют в нем. Ваше свидетельство поддержит других людей. Слава Богу. Сообщите нам о том, что Бог делает в вашей жизни, чтобы мы могли увидеть, что вы свободны от долгов. Но я прочитал это место Писания и добавил в скобках. «Если познаете истину», или Слово Божье, «истина сделает вас свободными от долгов». Да. И чем больше мы знаем... Совершенно верно. Мы знаем, что это факт. Чем больше мы знаем, почему нам следует быть свободными от долгов, согласно Слову Божьему, тем легче нам будет использовать свою веру, чтобы быть свободными от долгов. Долги — это вермо. Да. А Бог хочет, чтобы это вермо было разрушено. Он хочет, чтобы мы были свободны от этого верма. Это проклятие. Давайте сегодня рассмотрим несколько причин, почему мы должны быть свободными от долгов. И еще несколько завтра. В первую очередь, давайте откроем 8 стих 13 главы Послания Кремлина. Это очень важное место. Горе — это место Писания, которое побудило вас с Кеннетом... Это место Писания вывело нас из долгов. ...двигаться. Направило вас в правильном направлении. Первая причина, почему мы должны быть свободными от долгов, потому что в Слове Божьем сказано, «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». Это очень веская причина. Достаточно веская причина. Позвольте, я прежде всего прочитаю вам это место Писания в синодальном переводе. Хорошо. А потом я попрошу вас прочитать его в расширенном переводе. Итак, Римлянам 13.8. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». Недавно я с новым впечатлением услышал, как брат Копланд об этом проповедует. В 1967 году вы с Кеннетом были в Талсе, весь тот год, а брат Хейген проводил 10-дневный семинар. Ежеквартальные семинары. Да. Он проводил их раз в квартал. Ежеквартальные. Вы с Кеннетом посещали все семинары, которые он проводил. Да. Вы испытывали голод к этому. Мы испытывали голод. Это ты знаешь, как в Талсе бывает, зимой может все обледенеть, но нам было все равно, мы садились в холодную машину и скользили на собрание. Говорю вам, мы не пропускали их. Конечно, мы понятия не имели, как все будет замечательно, но мы знали, что для нас был ответ. Вера в Бога была ответом. И вы полностью погружались. Вы полностью погрузили себя в это. Да. И вы сделали посвящение перед Господом, основываясь на том, чему учил брат Хейген. Я цитирую это из услышанного от брата Кеннета. Господь, все, что мы увидим в Твоем Слове, и все, что мы поймем из того, что Ты нам говоришь в Твоем Слове, мы сразу же будем применять к нашему образу жизни. Будет это нам нравится или нет, потому что Твое Слово — это для нас окончательно непререкаемый авторитет. Мы понятия не имели, что столько всего будет предложено нам во всех отношениях. Столько всего в естественном мире. Казалось, что придется от многого отказаться, но в настоящей жизни веры есть лишь приобретение. Мы этого тогда не знали. Вы не осознавали этого. Я хотела дом, так устроены женщины. Мы жили в маленьком арендуемом доме. Когда мы в него переехали, там со стен облетала краска. Он был в таком плохом состоянии, что Кеннет покрасил дом внутри. Он взял в руки малярную кисть. Все было очень плохо, говорю вам. Он покрасил его, и я гордилась им. Это немного помогло, но недостаточно. Это был маленький типовой домик. Если вы сейчас поедете в Талсу, там на берегу реки есть такие маленькие домики, если их еще все не снесли. Там мы жили. Так вы и жили. Кажется, Кеннет рассказывала, что там все снесли до того места, где был ваш дом. Они снесли все в том районе. Вы сказали, мы будем повиноваться тому, чтобы не было сказано нам в твоем слое. Вы сказали, мы посвящаем себя делать все, что мы увидим в твоем слое. Да, у нас была старая машина с большим пробегом. Кажется, он был 40 тысяч миль, когда мы ее взяли. И телевизор, на котором изображение было вот такого размера. У нас был поломанный черно-белый телевизор, на котором изображение было вот такой высоты. И растягивалось в ширину. Скажу вам, это было ужасно. Но вы посвятили себя Слову Божьему, не так ли? Кеннет сказал... Мы это сделали. Он проповедовал об этом недавно на конференции служителей. И снова было так полезно услышать, как он это повторяет. Как он сидел в своей комнате, читал Слово Божье и нашел это местописание. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. И он подумал про себя. Мы обречены. Да, совершенно верно. У нас тогда еще было мало верных. Конечно, Бог не имел это в виду. Мы обречены. Кеннет сказал, что это местописание должно означать что-то другое. Но мы это приняли. Мы увидели это до того, как по-настоящему узнать о вере. И о том, как жить верой. Так что это был тяжелый удар. Затем он открыл расширенный перевод. Не могли бы вы прочитать это из расширенного перевода? Была идея. Возможно, расширенный перевод нам поможет. Там сказано, не делайте долгов и не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Это нам не помогло в естественном мире. Не делайте долгов. Там просто было сказано яснее. Да, верно. Что мы могли поделать? Нам ничего не оставалось. Мы будем это выполнять. Мы просто будем это делать. Мы будем выплачивать все, что мы должны, и будем так же и дальше. Брат Каннетт рассказывал, что он позвал вас из другой комнаты, чтобы вы посмотрели это местописание. Он прочитал его вам. Он говорил, что вы минуту на него посмотрели, вышли из комнаты, потом вернулись, и вот что сказали. Это на второй странице ваших конспектов. Глория сказала, «Слава Богу! Слово Божье не было написано для того, чтобы создавать нам неудобства. Значит, жизнь в свободе от долгов — это для нашей же пользы». И позднее вы написали, по-моему, в книге «Воли Божьей для вас». Вы сказали, «Можно подумать, что Бог вас связывает, когда вы посвящаете себя жизни в свободе от долгов». Напротив, вы позволяете Ему расширить ваши возможности и вывести вас к чему-то лучше того, что у вас было. Мы буквально принимаем Слово Божье и все, что мы в нем видим, мы делаем. Аминь. Слава Богу, мы так решили. Вы, брат Каннетт, приняли решение именно тогда и именно там. Нам пришлось принять это решение, но мы не знали, что в Библии сказано «Не делайте долгов». Но когда мы это увидели, мы посвятили себя этому, сказав «Мы это будем делать». Наверное, это было. Каннетт хотел самолет, я хотела дом. А эти две мечты очень дорого стоят. И он думал, как же мы получим самолет, чтобы путешествовать по всему миру? Как же мы получим красивый дом и машину? Бог был ответом. Он может это сделать. Бог был ответом. Да. Вера в Слово Божье. И Бог не сказал бы что-то наподобие «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». Он не сказал бы нам ничего в Своем Слове, не дав нам всего необходимого для этого. Но посмотри сюда, Джордж. Увидев это местописание, вы могли бы подумать, у нас никогда ничего не будет, поэтому мы не можем это сделать. Потому что нам нужен дом, нам нужна машина, нам нужно то и это. И тогда вы упустили бы благословение. Да. Но мы сказали «Хорошо, мы это сделаем». И мы ни в чем не нуждались, уверяю вас. И мы знаем, как принимать, потому что Бог научил нас верить. Мы могли бы так и не узнать, как держаться всего этого, если бы мы до того не научились верить Слову Божьему и повиноваться Ему. Если бы вы смотрели на другие служения в то время или на других людей. В Писании сказано, и это ответ. Почему это так? В Писании сказано «Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его». В расширенном переводе сказано так «Того, как Он прав и как Он поступает правильно». Поэтому давайте цитировать это именно так. «Ищите же прежде Царства Божьего, того, как Он прав и как Он поступает правильно. И все остальное приложится вам». У нас не было откровений насчет этого Местописания, кроме первой его части. У нас не было откровений о последней части его, но именно это и произошло, поскольку мы послушались Бога. Мы это сделали, хотя мы и не знали. Мы были относительно, я говорю «относительно», но можно сказать, что мы были абсолютно невежественны насчет благословения. Действительно. И все, что оно несло. Сделав этот шаг веры, мы спрыгнули с обрыва, и Бог нас славил. И мы ни в чем не нуждались. Совершенно верно. Слава Богу. Вы приняли это решение. Первое решение — быть свободными от долгов, потому что так сказано в Слове Божьем. Да. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Да. И когда мы этому повинуемся, когда мы посвящаем себя тому, чтобы повиноваться этому, тогда Господь начинает обеспечивать и снабжать. Хотя ушло 11 месяцев, чтобы освободиться полностью от долгов. Мы освободились от долгов через 11 месяцев. А Кеннет залазил в долги годами. Я говорю Кеннет, потому что я вышла замуж за него и его долги. Это было сверхъестественным процессом. Это было удивительно. Это была помощь Божья. Да. Только с помощью Духа Святого вы смогли выбраться из долгов. Так же, как и мы с Терри. Нас тоже вывела из долгов помощь Духа Святого. Да, верно. Но вы приняли твердое решение. Так сказано в Слове Божьем, и мы это сделаем. В действительности, в тот момент Кеннет был студентом, 30-летним первокурсником в университете Орала Робертса. Он получил работу второго пилота в самолете брата Робертса, и его зарплата была 100 долларов в месяц. Вот так-то. Так что это была большая вера. Вы с трудом оплачивали аренду. Да, верно. Немного меньше, чем наша арендная плата, 115 долларов. Но на самом деле история Кеннета и Глории Копленд — это история верности Бога своему Слову. О, да. Я так благодарна Богу, что Он открыл нас, чтобы мы могли ходить в этом. Бог нелицеприятен. Да. И все, что Он сказал... Мы знаем это сейчас. Но тогда мы этого не знаем. Все, что Он сказал вам в этом Слове, Он сказал также и нам. Совершенно верно. Мы с Терри приняли те же самые места Писания. Выбираясь из долгов, мы принимали те же самые места Писания. И одна из причин, почему нам необходимо быть свободными от долгов, в том, что в Слове Божьем сказано «Не оставайтесь должными никому ничем». Думаю, мы не преувеличили бы, если бы сказали тысячи, а может и десятки тысяч человек выбрались из долгов благодаря этому пониманию Слова Божьего. Было бы здорово, если бы они прислали нам свои свидетели. Свидетельства, правда? Думаю, им следует это сделать. Да. Присылайте нам свои свидетельства. Я считаю, вам следует. И Глория говорит «Присылайте нам свои свидетельства». Сообщите нам. Хорошо, Глория, давайте рассмотрим вторую причину, почему нам необходимо быть свободными от долгов. Она на второй странице ваших конспектов. Наш завет должен быть с Богом, а не с системой этого мира. Да. Я вам прочитаю. Хотя есть местописание, которое я хотел бы открыть. Это первая книга про Липоменон, 16 глава, 15 стих. У нас завет с Богом. И в этом завете обеспечено все, в чем мы можем нуждаться, что бы ни произошло в нашей семье, в нашей жизни, в нашем служении, в нашем бизнесе. И прежде чем мы прочитаем это местописание, я еще раз прочитаю то, что мы читали вчера то, чему учил брат Копом в 1998 году во время серии проповедей «30 дней славы». В воскресенье на вечернем служении он сказал «То, что перевернуло всю мою жизнь». Он сказал «Одалживать значит заменять завет». Джордж, это здорово. Я не понимала этого, пока не увидела это в твоих конспектах. Когда вы должны обращаться к Богу. Да. Это сильное слово. И дальше он сказал «В этом мире финансовая система очень сложна и слаба в действии. Она постоянно мечется между двумя крайностями – кризисом и инфляцией». Кроме людей, которые знают о своем завете и ходят на основании его в завете с Богом. Да. А не с этим миром. Мы в завете со всемогущим Богом через кровь Иисуса Христа. Это самая сильная форма завета. Согласие. Существующая на земле. Когда мы с Терри искали у Господа ответ насчет нашей свободы от долгов, я нашел это место в Писании. 1 Паралипоменон, 16 глава, 15 стих. Давайте прочитаем его. 1 Паралипоменон, 16 глава, 15 стих. «Помните вечно завет его, слово, которое он заповедал в тысячу родов, то, что завещал Аврааму и в чем клялся Исааку». Аминь. «Всегда помните о завете, который есть у вас с Богом». У нас есть с Ним завет через Иисуса. И я начал искать Писание. А не здесь у вас, на третьей странице конспекта. Я начал искать места Писания о завете. Нашел одно в послании к филиппийцам, 4, 19. В расширенном переводе сказано так. «Бог мой до вас полнит, наполнит до полноты всякую нужду вашу, по богатству своему в славе, Христом Иисусом». Это потрясающе. Я взял это в слово. Не поэкономической ситуации на земле. Да, в которой взлеты и падения. А по богатству своему в славе. Что это означает? Это означает, что это уже собрано для вас. Слава Богу. Да. Из небесных сокровищ. Да. Небесные сокровищ. Да. Книга в Терозаконе, 28 глава, по-моему, 12 стих. Там говорится, что Бог откроет сокровищницу небесную. Там полно всего. Если у вас улицы вымощены золотом, это означает, что у вас излишек. Мне следовало сказать «излишек» благ. Излишек. Избыток. Слава Богу. Вот что у нас на небесах. Улицы вымощены золотом. Так что мы должны быть свободными от долгов, поскольку у нас завет с Богом. Мы заключили завет с Богом, а не с этим миром и его системой. Второзаконие 28, в расширенном переводе сказано. «И даст тебе Господь излишек». Именно этого я держала. Изобилия, излишек, изобилия. Более, чем достаточно. Более, чем достаточно. Более, чем достаточно. Более. И вот еще одно местописание. Книга Бытия, 1 стих, 15 стих. После сих прошествий было слово Господа к Авраму в видении. И сказано, «Не бойся, Аврам, я твой щит. Награда твоя весьма велика». Аллилуйя. И знаете, на протяжении того цикла проповеди, 30 дней славы... Не бойся, Глория. Что? Не бойся. Не бойся, Глория. Да. Я это только что увидел. Не бойся, Глория. Да. Во время 30 дней славы у нас проповедовал Лерой Томпсон. Я никогда не забуду, что он сказал. А ты потом прослушивал эти записи? Да. Я переслушивал. Это сильно. Это сильно. Сильно. И в том месте, где сказано, «Я твой щит, награда твоя весьма велика». Он нашел перевод, и я не уверен, в каком именно переводе это сказано, но «Я твое быстро растущее финансовое обеспечение». Слава Богу. Аллилуйя. Ты уверен, что это не в первой главе послания от Лерой? Не знаю, может быть, это в первом послании от Лерой. Мне это нравится. Я это возьму. «Я твое быстро растущее финансовое обеспечение». Да. Я буквально его слышу. «Деньги приходят». Да. «Финансовое обеспечение». Слава Богу. Слава Богу. У Бога есть лучший путь. У меня это есть в конспектах? Да, у вас это есть. Это цитата. Мне она нравится. А вот. «Я твое быстро растущее финансовое обеспечение». Быстрыми темпами. Благословен Лерой. Слава Богу. Аллилуйя. И нам необходимо это осознать. У Бога есть путь намного лучше, чтобы восполнить наши нужды, чем то, чтобы мы обращались к этой системе мира. Поскольку Бог хочет быть нашим главным обеспечителем, тем, кто дает избыток, абсолютным источником обеспечения. Вот кем Бог учит быть для нас. Что было бы, если бы все постарающиеся в церкви, которые слушают эту передачу, начали учить Слову Божьему о процветании? Ты был бы счастлив, если бы они использовали твои конспекты. О, да. Пожалуйста. Думаю, я тоже проведу семинар о процветании и использую твои конспекты. Берите их. Это будет здорово, не так ли? Мы с вами сейчас становимся еще более свободными, чем раньше. Да. В финансовых вопросах. Будет еще больше откровений. Я закончу вот чем. Это последний пункт в наших конспектах. Помните, мы рассматривали две причины, по которым нам следует быть свободными от долгов. Первая, потому что Слово Божие говорит нам не оставаться должными никому ничем, кроме взаимной любви. И вторая, потому что наш завет должен быть с Богом, а не с системой этого мира. И это мое последнее утверждение здесь. Глория, я готовился к этим посланиям в Арканзасе, в молитвенном домике. Я с такой радостью приезжаю туда. Хорошо. Там тихо, спокойно. Я сидел там и печатал это. Я откинулся в кресле на минутку, и Господь мне кое-что сказал. Он сказал, «Уповай на меня, а не на этот мир». Да. Они будут давать тебе взаймы. Я буду давать тебе просто так. Глордж, это потрясающе. Они будут давать тебе взаймы. Они будут давать тебе взаймы. Я буду давать тебе просто так. Я буду давать тебе просто так. Спасибо, Иисус. Аллилуйя. Слава Богу. Мы узнали, что это абсолютная правда. Разве это не причина, чтобы быть свободными от долгов? Потому что все, что мы сделали за эти 40 или 50 лет, мы сделали, не беря в долг. Как долго бы это не длилось? Да. Разве не впечатляет? Это такое благословение. Да. И Бог нелицеприятен. Но Он смотрит на веру. Да. Если вы ухватитесь за это, вы это получите. Слава Богу. Могу сейчас помолиться за каждого. Отец, во имя Иисуса, я молюсь за каждого, кто нас смотрит и слышит. Спасибо тебе, Господь, за то, что все они выбираются из долгов. Да, выбираются. Спасибо за сверхъестественную отмену долгов в их жизни. Я благодарю тебя за то, чтобы они жили свободными от долгов, чтобы к ним приходили машины, дома, обеспечения. Мы стремимся жить свободными от долгов. Да, свободными от долгов. Отец, это твоя воля, твой план и твоя цель для нас. Да, слава Богу. Этот мир говорит, что даст нам взаймы. А ты, Отец, сказал, что дашь нам просто так. Жить без долгов намного лучше. Слава Богу. Во имя Иисуса. Аминь, Горя. Аллилуйя. Аллилуйя. Хорошая работа, Джордж. Подхватывайте, начните это говорить. Если вы хотите, начните это говорить. Действуйте на основании этого. Начните с того, в каком положении вы сейчас. Заплатите за что-то и продолжайте, пока полностью не освободитесь от долгов, повторяя, я свободен от долгов. Я благословлен, я вышел из-под проклятия. И на мне благословение для приумножения. Да, верно. Слава Богу. Мы с Джорджем сейчас в Гах. Слава Богу. Слава Богу. Деньги — это добро, если они в хороших руках. Да, верно. Аллилуйя. Запишите это. Да, хорошая фраза. Деньги — это добро, если они в хороших руках. Мне это нравится. У нас есть коллекция таких коротких фраз. Да, действительно. Аллилуйя. Хорошо. Глория, на этой и на следующей неделе мы продолжаем говорить о десяти днях свободы от долгов. Это воля Божия для нас с вами — жить свободными от долгов. Аминь. Это воля Божия для нас. Долг — это часть проклятия. А свобода от долгов — это часть благословения. Свобода от долгов. Благословение, которое нам принадлежит. Да. Мы были искуплены от долгов. Это действительно нам принадлежит, и мы искуплены. Чтобы на нас пришло благословение. Совершенно верно. Уверяю вас, мы свободны от долгов уже много лет, и это благословение. Это хорошо быть свободным от долгов. Мы просто счастливы, когда наступает первое число месяца, пятнадцатое число месяца, или двадцатое число месяца. Вас это не волнует. Это хорошо. Какое бы ни было число, это хорошо. Да. Вчера мы говорили о причинах, почему мы свободны от долгов. И одна из причин Слова Божьего, почему мы свободны от долгов, потому что Слово Божье говорит нам не оставаться должными никому ничем, кроме взаимной любви. Это послание к римлянам 13.8. Да. И действительно, именно с этого местописания ОИ с Канетом начали двигаться по этому пути, не так ли? Да. Я думала, что мы обречены, но это оказалось не так. Но это оказалось не так. Мы мало что тогда знали. Мы только начинали, но мы знали достаточно, чтобы повиноваться Слову Божьему. Мы сказали, что бы мы ни увидели в Слове Божьем, мы будем это делать. Но говоря это, я не знала, что так сказано в Слове Божьем. Но мы это сделали, и это сработало. Мы говорили об этом между передачами. Вы осмелились поверить. Мы осмелились поверить. Вы осмелились. И уже после того, как вы сделаете посвящение, у вас нет пути назад. Да. Поэтому вы должны быть смелыми. Я запишу, что вы сказали. Вы сказали, осмельтесь верить о свободе от долгов. И от того, чтобы начать жизнь свободными от долгов, вас отделяет лишь одно решение. Это невозможно, не родившись свыше, не исполнившись Духа Святого, не приняв решение исполнять то, что есть в Слове Божьем. Да, верно. Это самое замечательное, что когда-либо происходило с нами за время нашего пребывания на земле. Это освобождает, делает свободным, когда вы не должны выплачивать ипотеку и все остальное, не говоря уже о процентах по кредиту. Да. Это важно. Мы уже говорили о том, что для этого служения проценты по кредиту составляли бы 40 миллионов долларов, если бы мы брали кредиты на все, что мы сделали в этом служении. Подумайте, что можно сделать 40 миллионами долларов в Царстве Божьем? Вдвое больше. Практически вы можете сделать вдвое больше того, что вы делаете, если вы не выплачиваете проценты. Да, безусловно. Слава Богу. И это была первая причина. Мы рассмотрели это вчера. Да. И Слово Божье говорит не оставаться должными никому ничем, кроме взаимной любви. Это ставит точку. Второе. Наш завет должен быть с Богом, а не с этим миром и его системой. У нас есть завет с Богом. В послании к Филиппийцам 4.19, там говорится, что Бог восполняет все наши нужды по богатству Своему в славе Христом Иисусом. В Его богатстве в славе есть все, что нам нужно, чтобы иметь возможность жить на этой земле, процветая. Да. Фактически в расширенном переводе сказано «щедро». «Щедро» обеспечит. Да. «Наполнит до краев». «Слава Богу». До точки переполнения. И в первой книге про Липоменон 16.15 сказано «Помните вечно завет Его». Постоянно помните о своем завете с Богом. Возможно, вы сейчас про себя думаете «Как же я избавлюсь от долгов». Да. Бог. Вы можете видеть в этом завете то, что, по вашему мнению, будет работать против вас. Да. Как, например, не брать денег в долг. На самом деле это благословение в какой-то мере замаскированное. Потому что это свобода. Да. И границ не существует. Как только вы научитесь верить о продуктах, вы тогда сможете верить и о машине. А как только вы научитесь верить о машине, вы сможете верить и о доме. А как только вы научитесь верить о доме, вы сможете верить и о домах. Это абсолютная истина. Я бы вам никогда не солгала об этом. Потому что именно так это происходило у нас в жизни. Этот мир будет давать вам взаймы. А Бог будет давать просто так. Да. Верно. И этот мир заберет вас, если вы не вернете долг. Мир придет, чтобы забрать вас, если вы не выплатите то, что им задолжали. Это вторая причина, почему мы должны быть свободны от долгов. И все увеличивал благословение. Да. Мы верили о 115 долларов в месяц, чтобы оплатить аренду дома. Это было очень давно. И если вы в чем-то нуждаетесь, вам нужно возрастать в этом. Так как мы не могли тогда верить о 1000 долларов в месяц. Да. Но мы возросли в этом. Это поэтапный процесс, не так ли? То же самое и с этим служением. Самолеты, с которых вы начинали, были сначала очень маленькими. Но они быстро улетали. Да. Они правда быстро улетали. Да. Я пришел сюда в 1976 году. В то время вы летали на Cessna 421. Третье и четвертое собрания, на котором я был, проходило в Анахейме. В Калифорнии. Я помню, как после собрания в Анахейме, мы отвозили вас с Кеннетом в аэропорт в Уоррдж Каунти, который тогда не очень был похож на аэропорт. И я помню, как мы все это грузили в Cessna 421. Мы забивали его до отказа. Правда, он просто был забит вещами и тому подобным. Я помню, как вы уже сидели в самолете, вы обернулись и помахали нам рукой. Я думаю, как сейчас, спустя все эти годы, вы летаете на свободном от долгов Citation 10. На самом быстром в мире гражданском самолете. Чтобы вернуться домой из Калифорнии, вам надо сделать только одну или две остановки. Остановка в Фениксе, может в Альпассо. Но вы с чего-то начинали. Тот самолет Cessna 421. Мы были в таком положении. Надо начинать в том положении, в каком вы находитесь. Начинайте там, где вы находитесь. Но вы растете. Он был куплен без долгов. Тот самолет был куплен без долгов. И у нас есть завет с Богом. Хорошо. Рассмотрим следующую причину. Второзаконие 28. Причина номер три. Беря в долг у этого мира, мы становимся рабами-заимодавцами. В 22 главе книги притчи говорится о том, что должник становится рабом-заимодавцем. Раб находится в полном подчинении. Да. Да. Это полезно знать. Точное определение, однозначно. Мы не будем рабами этого мира. Между прочим, вам сейчас нужно принять некоторые решения. Я отделяюсь от системы этого мира. Я отделяюсь от системы этого мира. И было бы здорово иметь возможность класть деньги в банк и не быть должными банку. Да, верно. И не быть обязанными выплачивать за дом на протяжении 30 лет. Длинный срок. Да. И также все проценты, которые привязаны к этому. И переплачивать в три или четыре раза, не знаю во сколько, но во много раз переплатить за это. Так что одна из причин, одна из основных причин, почему нам не следует быть в долгах, почему нам не следует брать долг в том, что отдал живого этого мира, мы становимся рабами-заимодавцем. Должник, раб-заимодавца. Да. Вы видите, как можно обойти это местописание? Нет, не вижу. Как его можно обойти? Если кто-то когда-либо был в долгах, вы знаете, что это правда. Какая часть насчет раба вам непонятно? Да, верно. Давайте посмотрим эти места описания. Книга второзакония, 28 глава, 43 стих. Это проклятие закона. Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобой выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом. Я нахожу чрезвычайно интересным, как они описывают человека, который дает вам в долг. Потому что чаще всего люди не знают, у кого они берут в долг. Это правда, Горя? Они не знают, кто владелец компании, в которой они берут кредит. Они не знают, кто руководит банком. Они не знают, что они поддерживают или на что они обрекают. Вы не знаете чаще всего. Да, да, верно. Людям, зависимым от того, чтобы брать в долг, все равно, откуда они возьмут деньги. Это действительно так. Но это неразумно. Пока вы можете покрывать кредит, это все, что их интересует. Если вы не можете, они приходят. Это правда? Это правда. Говорю вам, у них нет снисхождения. Да. Пришелец. Это ключевой момент. Я читал это местописание, когда мы с Терри верили, что мы выберемся из долгов. Я увидел это и подумал... Позволь, я прочитаю это. У меня здесь есть интересные заметки. Это о 43-м стихе, о пришельце. О том, как брать в долг у пришельца. Брать в долг у того, кого ты не знаешь. Его зовут Виза, Мастеркард, Американ Экспресс. Да, верно. Да. У меня на полях много интересного. У меня было откровение. Очень хорошо сказано. Я забыла об этом. Это истина. Вы его не знаете. Это пришельце. И в следующем стихе сказано. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом. У меня на полях нарисован знак доллара, и я написала «ты хвост». Но так там сказано. Да. Это достаточно веская причина. Безусловно. Да. Вы не знаете, с кем вы связаны. Вы не знаете, какое проклятие придет на вас из-за того, в какую ситуацию вы ввязались. Да, верно. Происходит связь. Но вы знаете, что вы не глава, и вы хвост. Это факт. Вчера мы узнали, что слово «хвост» означает «обрубок». А также оно означает «бездельничать», «шататься». То есть вас контролируют. Да. Они контролируют вас. Да. И выражение «давать в долг» означает «соединиться с кем-то». Да. Когда вы вступаете в завет, вы объединяетесь с кем-то. И сейчас пора выйти и отсоединиться от завета этого мира, и соединиться с заветом, который есть у нас с Богом. Завет с Богом. А хвост — это что? Обрубок? Обрубок. И это также значит «шататься», «бездельничать». Это хвост. Я могла бы кое-что сказать о конце, но не буду. Да. Это нехорошее место. Не очень хорошее место, чтобы в нем оказаться. Обрубок — конец всего. Да. Да. Разве это неинтересно? А что ты представляешь, когда думаешь об обрубке? Я думаю о дереве. Вот большое красивое дерево. И его срубили. Да. И теперь стоит пень. С одной стороны, на нем может быть зеленый побег, но это не дерево. Это не дерево. Оно навсегда изменилось. Оно уже никогда не будет тем деревом, которым было. Это впечатляет, правда? Это действительно впечатляет. Обрубок — пень. Глория, давайте посмотрим притчи 22 главу 7 стих. Все эти места Писания вдохновили меня, мотивировали меня. Зажгли огонь под нами стерри, когда мы выбирались из долгов. Они доказывали, почему нам следует избавляться от долгов. Притчи 22.7 сказано. «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом-заимодавца». Слово «раб» здесь «глория» означает «раба, находящегося в рабстве». Каждый, у кого был долг, знает, что это правда. Проблема долгов в том, что она контролируется системой этого мира. И для того, чтобы взять в долг, вы должны подчинить себя другому человеку. В новоамериканской версии сказано. Вы становитесь рабом-заимодавцем. Послушайте, что у меня написано на полях. Я могу написать книгу из написанного на полях. «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом-заимодавца». Посмотрим. Здесь сказано. «Наставь юношу при начале пути его». Свяжите эти две мысли вместе, и если вы взаимодавец, то ваши дети будут взаимодавцами. Да. Если только у них не будет откровения. «Наставь» в данном случае означает «ограждать». Как ковбой ограждают скот стадо, чтобы направлять его. То есть то, что мы делаем, задаёт тон нашим детям. Я пытаюсь прочитать, что я здесь написала. Я не могу прочитать. Но это было из Буллинджера. Цель. К желанной цели. Направлять к желанной цели. И здесь сказано. «Мы должны вести наших детей, устанавливая в их жизни Божьи ограждения, чтобы наши дети выросли, не беря деньги в долг». Да. Я не говорю, что они всегда соблюдали это, но я говорю, что было бы лучше, если бы они соблюдали. Горя, не могли бы вы посмотреть вторую страницу, которая ведёт нас ко второму пункту? Вы подвели нас ко второму пункту. Вторая страница? Четвёртая причина, почему мы должны быть свободными от долгов, потому что мы должны учить наших детей тому, как жить свободными от долгов. И вы только что об этом сказали. Я записываю у себя на полях то, что написано у вас на полях. То, что мы делаем, задаёт тон нашим детям. Мы должны вести наших детей, устанавливая в их жизни Божьи ограждения. Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и состарится. Богатый господствует над бедным. И должник делается рабом-заимодавца. Эти две фразы связаны здесь не случайно. Есть цель для этого. Это правда бёртв. У нас есть Бог, чтобы наставлять наших детей. Я никогда по-настоящему не обращала на это внимания, но это так. Это идёт сразу же после фразы «наставь юношу». Да. Позвольте я вам прочитаю, что я записал. Среднестатистический христианский ребёнок рождается в семье, которое просто существует среди кредитных карточек, ипотек и кредитов. Большинство американцев воспитывают своих детей в доме, взятом в 30-летний ипотечный кредит. Они возят своих детей в машине, купленных в кредит. Они стирают одежду в тиральных машинах, купленных в магазине в кредит. Они спят на кроватях, купленных в кредит. Они сидят на мебели, купленных в кредит, смотрят телевизор, купленных в кредит. И большинство этих детей за всю свою жизнь так никогда и не видели свою семью без долгов. Это правда. Это впечатляет, правда? Да. Это все именно так? Это печально. Это грустно. И поэтому мы должны наставлять также и своих детей. Вместо того, чтобы учить их уповать на Бога, как на свой источник, они их учат, как найти самый выгодный кредит, чтобы купить машину. Да. Думаю, мои дети усвоили правильный урок. Я тоже так думаю. И знаете что? Дети ваших детей. Да. И знаете, все мои дети живут в хороших домах, ездят на хороших машинах. Да. Они ни в чем не нуждаются. Джереми летает на хорошем самолете. У вашего сына и моего внука Джереми есть свой самолет? У Бога есть путь лучше. Уверяю вас. Путь выше. У него есть путь свободный от долгов. Он ни в чем вас не ограничивает. Да. Потому что, о чем бы вы ни верили, Бог это обеспечит. Я хочу прочитать это вам. Ты меня воодушевляешь, Джордж. Вот. Я не знал, будет ли у нас время на передаче, чтобы прочитать это, но верю, что оно у нас есть. Пара из нашей церкви прислала мне свидетельство, когда я готовился к теме свободы от долгов, а именно к разговору о наших детях, о том, как учить наших детей. И одна пара из нашей церкви прислала мне это свидетельство, о том, как они учили своих детей быть свободными от долгов. Послушайте, это впечатляет. У нас на это есть время. Мы его выделим. Это важно. Это будет включено в ваши конспекты. Если вы скачаете конспекты, там будет это свидетельство. Они написали. В субботу в нашей семье раздавали карманные деньги. Мы раздавали нашим детям карманные деньги в четыре этапа. Первый. Рассчитывая на приумножение. Они уделяли время, чтобы поблагодарить Иисуса за умножение, признавая Бога своим источником. С возрастом умножение включало не только их карманные деньги, но также деньги, которые они заработали или получили в подарок. Это первое, что они делали. В первую очередь, они признавали Бога своим источником. Да. Этому они учили своих детей. Это потрясающе. Вы можете задавать себе вопрос, чему я научу своих детей? Слава Богу. Скачайте эти конспекты. Второе. Но это прежде всего надо делать. Да, совершенно верно. Второе. Каждый из них еще в раннем возрасте научился подсчитывать, как высчитать 10% и отделить эту долю со своего умножения для десятина. Они также узнали разницу между брутто и нет. Общим доходом и чистым доходом. Да, они научились отделять 10% от общего дохода. Именно этого мы учим в нашей церкви. Мы отделяем 10% от общего дохода. То есть, они сказали, первый Бог — наш источник. Если вы не получаете общий доход, вы не получаете его в чистом виде, иначе, говоря, это не брутто. И это хорошо, поскольку доход приумножить. Кто-нибудь запишите это. Кто-то сказал. Да. Один пастор говорил об общем доходе. И его спросили, откуда он узнал о нашем доходе? Это было убили. Это было убили. Да. Итак, первое. Они учили своих детей благодарить за умножение, и что Бог их источник. Второе. Они научили их отделять общий доход и чистый доход, чтобы правильно отделить десятину. Третье. Каждый думал, какое пожертвование он даст. Эта часть была абсолютно добровольной. Но обычно они решали добавить значительное пожертвование к своей десятине. Иногда пожертвование было направлено на определенную цель или нужду, например, на создание детского фонда. То есть они учили детей, что Бог их источник, учили их правильно отделять десятину, учили их приносить пожертвования. Четвертое. Каждый решал, какая сумма от их умножения должна быть сохранена. Мы хотели, чтобы они ощутили ценность увеличения своих кладовых, так сказать. Это было на пятой, на пятой странице. Сберегательные счета. Да. Мы учили их подсчитывать уровень возврата в их кладовые, и как вычислять еженедельный уровень урожая по годовому уровню урожая. Закончив с подсчетами, мы складывали урожаи в кладовые, и они подсчитывали общую сумму. Это потрясающе. И послушайте, какие результаты. Я получил это свидетельство несколько лет назад. Эта семья все еще в нашей церкви, и продолжает это делать. Двое наших старших детей купили на свои сбережения абсолютно без долгов свои первые машины. Хорошие машины, не развалены. Наш старший ребенок закончил колледж без долгов. Наш второй ребенок скоро закончит колледж, и у него не будет долгов. Слава Богу. Настать юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и состарится. И не уклонившись от наставления, они не уклонились от благословения. И исходя из того, что вы прочитали на ваших полях, эти родители задали тон своим детям. Они вели их в желаемом направлении, устанавливая для них Божьи ограждения. Слава Богу. Я думаю, это свидетельство. Это будет в интернете, да? Все это будет доступно. Это очень сильно. Если вы хотите научить своих детей, это идеальная программа. Но я считаю, что написано на седьмой странице очень важно. Мы помогали им, как родители. Но мы тоже не имели дела с долгами. Мы были свободны от них. Это замечательное свидетельство. Так что родители учат своих детей. Так это устроено, да? И сегодня мы говорим об этих двух причинах, почему мы не должны быть в долгах. Это касается нашей жизни. Беря в долг, мы делаем себя рабами, взаимодавцами. А мы должны учить и своих детей, как жить свободными от долгов. И мы будем получать от этого удовольствие, когда мы будем жить так и учить этому. И что главное, у нас будет больше денег. Да, да. И мне нравится это наблюдать. Это происходит все чаще и чаще. Мы ходим на ужин в ресторан с Джереми и Сарой, с Коди и Обри. С вашими детьми? Да, с моими детьми. И они платят по счету. Джордж, это нормально. Недавно они вечером, все четверо, со своими малышами приехали к нам. Терри сказала, я не буду готовить, привозите еду. Молодец. Они поехали, привезли еду и сказали, это за наш счет. Слава Богу. Они благословляют нас все больше и больше. Это здорово. Разве ты не замечательный? Вы много посеяли в этих личностях, и они сеют вам в ответ. Мы с Джорджем... У нас есть победа над долгами. Победа над недостатком. Да. И победа в избытке. Да, слава Богу. Аминь. С нами пастор Джордж Пирсонс из Международной Церкви Игл Маунтин. Мы получаем откровение. И нам это нравится, Джордж. Большое спасибо. Горя, это воля Божья для нас, жить свободными долгами. В этом нет сомнений. Это его воля. Да. Это его план и его цель. Нет сомнений насчет того, что долг принадлежит к проклятию, а свобода от долгов к благословению. Да. И вы с Кеннетом показали нам этот путь. Когда вы впервые обнаружили это местописание, в послании к римлянам 13.8, в расширенном переводе сказано, не делайте долгов. Вы посвятили себя, чтобы делать все, что вам сказано в Слове Божьем. И вы это сделали. Вы не отступали от принятого вами решения и не колебались. У нас тогда ничего не было. У нас была старая машина и снятый в аренду дом. Было туго. Но Бог помог нам это сделать. Да, верно. И знаете, что Он поможет и вам тоже. В этом заключается цель этого 10-дневного цикла передачи. В этом цель передачи победоносных голосоверующих. В естественном плане, дьявол говорит вам, если вы посвятите себя этому, чтобы не делать долгов, у вас ничего не будет. Но когда мы были в долгах, у нас ничего и не было, кроме долгов. Ничего, чем можно было бы дорожить. Так что истина в том, что это делает возможным все. Вы сегодня перед передачей кое-что сказали. Вы говорили о том, что люди зависимы от пластиковых карточек, кредитных карточек. Это новое выражение. Это новое выражение от Глории, которое появилось у нас на передаче. Люди зависимы от пластика. И каково решение? Пластическая хирургия. Это правда или нет? Это правда. Это правда. Безусловно, это так. Я говорил с вами о Келли. Я помню, как однажды на Рождество вы просто навсегда порезали все свои кредитные карточки. Кредитные карточки. Кредитные карточки, да. Навсегда. Вы не специально выбрали для этого Рождество, но... Она была готова, правда? Она была полна решимости. Келли порезала все кредитные карточки. Кредитные. На Рождество. Карточки. Я помню тот год, когда у нее была чековая книжка и наличные. И она так отпраздновала Рождество. Я уже забыла об этом Но когда ты рассказываешь, я вспоминаю И этот поступок впечатлил всех нас Это был решительный поступок Назад пути нет Если Господь направляет вас поступить так же Порежьте карточку и снова начните платить наличными У Господа есть план У Него есть план, как вывести людей из долгов И именно об этом мы говорим О том, как выбраться из долгов Как жить свободными от долгов И как осознать, что есть жизнь после долга Хорошо сказано, Джордж Жизнь после долга Жизнь после долга Мне это нравится У нас и правда возникают удачные выражения Мы иногда причудливо выражаемся здесь Но мы должны осмелиться поверить, не так ли? Осмелиться Элли верила Богу И заплатила за дом Да, она это сделала Она влезла в долги за дом Но потом она поверила Богу И выбралась из них Слава Богу Так что это работает В какой бы ситуации вы ни оказались Бог знает, как это уладить для вас Если вы дадите Ему веру Он сможет это сделать Не думаю, что это возможно сделать, продолжая брать деньги в долг И продолжая пользоваться кредитной карточкой Тогда это некачественное решение Да Это не так, но я попробую Нет, так не получится Верно И сегодня на передаче Я хочу прежде всего напомнить вам, что все конспекты Даже те, что мы не успеем прочитать на передачах Все эти заметки доступны Они готовы к использованию в проповедях Вы можете вернуться и не один раз посмотреть эти передачи И следить за ним по конспектам Зайдите на наш англоязычный сайт И скачайте их для себя Найдите их там для себя Глория, уже более 250 тысяч человек Скачали их с тех пор, как мы начали передачи на эту тему Джордж, давай попросим людей, которые это скачали и применили в жизни Прислать нам краткие свидетельства О том, как они выбрались из долгов Конечно И о том, как они этим занялись И мы их прочитаем здесь, на передаче Да, мы можем и не прочитать все 50 или 250 тысяч Но некоторые из них мы прочитаем Мы были бы очень благодарны за это, поскольку это воодушевляет Да, верно И вы можете поделиться этим с церковью Слава Богу А мы можем поделиться этим со зрителями Это удивительно По всему миру есть люди, с которыми это происходит Они не могут выбраться из долгов Это выполнимо Это возможно Но это выполнимо Бог поможет нам это сделать И это такое благословение И сегодня на передаче Глория Я хотел бы поделиться тем Как Господь работал со мной и Терри Когда мы находились в этом процессе избавления от долгов Суть была вот в чем Есть вопросы, касающиеся свободы долгов Которые нужно решить раз и навсегда Есть то, что мы должны признать Принять над этим причастие И сказать, хорошо, это решает вопрос И Господь указал мне на три конкретных вопроса Которые нужно решить для того, чтобы ходить в этом положении свободы Давайте сегодня разберем эти три вопроса Первый Послание к филиппийцам 4.19 Бог мой источник, а не люди Мы должны это решить раз и навсегда Что Бог наш источник, а не люди Именно поэтому, каким бы ни был долг, это можно уладить Да Потому что Бог ваш источник Вы не уповаете на людей Вы не уповаете ни на что, кроме Божьего богатства в славе Да Позвольте прочитать вам это местописание В синодальном это звучит так Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу Всякую, включая свободу долгов Там было что-то сказано о Мастеркард? Сейчас посмотрю Американ-экспресс? Нет Нет? Нет, нет, не Мастеркард, не Американ-экспресс То есть они ему не нужны? Слава Богу Даже нет карточки виза Хорошо Нет, по богатству своему в славе Христом Иисусом Да, аллилуйя Слава Богу Мы должны решить вопрос с тем, что Бог является моим полноценным источником для свободы от долгов Я провел небольшое изучение в отношении слова «источник» Источник — это первоначальная точка Если мы думаем о ручье или о реке Да, родник Они берут начало откуда-то Его можно найти, пройдя вдоль ручья Живой родник Живой источник А наш источник отвечает за подачу нашего обеспечения Обеспечения запасов, в которых мы нуждаемся Бог — наш источник Да Он источник нашей свободы от долгов Да С этого все начинается Это начало Вот почему это возможно Люди задают вопрос Каким образом придет обеспечение? Как? В действительности нам нужно смотреть не как, а от кого Это придет Это заставляет меня задуматься об источнике В Арканзасе, неподалеку от того места, где мы живем, есть источник Джеймса Да, источник Джеймса Он расположен неведомо где Да, я был там Это малозаметное место, его нет на карте Но люди едут туда и набирают там воду Так как там хорошая вода, и они набирают ее там Этот источник был там с тех пор, как я себя помню Он был задолго до меня Да И из этого источника продолжает течь вода Там нет озера, но из этого источника продолжает течь вода Так же и с Богом Совершенно верно Он источник Он источник Они называют его источником Когда вы покупаете бутылированную воду, если вы на нее посмотрите Например, я сегодня постоянно привожу пример из Арканзаса Допустим, это вода из источника в Горной долине Да Там есть источник В Арканзасе жаркая весна, но вода прохладная, правда? Бог Для нас источник Бог Когда мы находим что-то в Его Слове и доказываем это на практике Мы должны решить то, что пришлось решить и на Амстере в нашей жизни Это кажется простым, но Бог является нашим источником Да Поскольку люди подавлены долгами Как мы выберемся? Как мы станем в этой жизни свободными от долгов? Первое, что вы должны решить, это Он мой источник Он источник всего Источник всего, в чем мы когда-либо нуждались в этом служении Еще в те дни Я уже настолько стар, что могу говорить еще в те старые дни В те дни, когда я был исполнителем, директором этого служения Однажды образовала задолженность 6 миллионов долларов И вот мы вступили в новый 90-й год Наш годовой доход составлял, наверное, такую же сумму, что мы задолжали Да, как мы были должны А мы задолжали телевизионным станциям У нас было соглашение с каждой из них И мы уповали на Бога, как на наш источник Мы вступили в новый 1990 год И сверхъестественным образом наши счета были полностью оплачены к маю Тот телевизионный счет был полностью оплачен в июле Да, мы больше не попадали в такую ситуацию Никогда не оступались А что, если бы мы взяли деньги в долг? Вероятно, мы до сих пор выплачивали бы проценты Да 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 Но мы осознали, что Бог является нашим источником Он главный источник И вам нужно сегодня принять это решение для себя Он главный источник Я верю, что хорошо было бы вам это записать А после передачи Совершите хлевопреломление вместе с вашим мужем, женой, семьей, со знакомыми Примите причастие За столом, когда вы преломляете хлеб и принимаете чашу, все решается Вы решаете это посредством тела и крови Иисуса Бог наш источник, Он главный источник Да, верно Итак Это первый из трех вопросов по свободе от долгов Я записал несколько переводов этого местописания Послание к филиппийцам 4.19 В одном из переводов написано Бог мой даст вам все, в чем вы нуждаетесь, от богатства своей славы во Христе Иисусе Хорошо сказано Он источник Да, аминь В расширенном переводе это звучит так Бог мой щедро обеспечит Наполнит до краев Наполнит до краев Восполнит все ваши нужды Согласно своему Слава Богу Богатству в славе Христом Иисусом Во Христе Иисусе Аминь То есть его богатство в славе является нашим источником Из которого все приходит И в этом источнике избыток Аллилуйя Да, никакого недостатка Никакого недостатка Нет, никакого недостатка Я здесь записал, и именно это мы с Терри и исповедовали Мой бог является абсолютным источником Снабжающим для того, чтобы ликвидировать все долги И обеспечивающим все наши нужды, чтобы жить свободными от долгов Мы узнали, что это правда Что бы это ни было Что бы ни было Будь то долг за телевидение в 40 миллионов долларов Или что-то другое Когда мы полагаемся И когда мы полагались на Бога Мы и сейчас полагаемся на Него Это всегда проявляется Хорошо, Горя Давайте прочитаем еще одно местописание Давайте откроем послание к филиппийцам Это хорошо, Джордж Третья глава Это совсем рядом Послание к филиппийцам Третья глава И вот следующий пункт, я считаю, очень важен Это второй из трех вопросов По свободе от долгов Которые мы должны решить Второй звучит так Я не ограничен зарплатой Совершенно верно Именно так Большинство людей себя ограничивают Да Они думают, это все Но когда вы не берете в долг Вы не связаны с своей будущей зарплатой В дальнейшей жизни Да Вы не обязаны ее отдавать А какой у вас источник? Бог Мой Отец Верно Слава Богу Он восполняет все наши нужды Бог мой да восполнит все наши нужды Мои нужды По богатству своему в славе Не потому, что происходит здесь Не потому, что говорят новости Не по тому или иному А по богатству своему в славе Видите, как высоко мы поднимаемся Когда начинаем отдавать десятину Да Сеять и полагаться на Слово Божье Мы выходим из естественного мира И попадаем в духовный мир Да Сверхъестественный, так лучше сказать И там нет пределов Слава Богу И вот что сказал мне Господь Говори, я не ограничен зарплатой Да У Бога есть больше способов дать вам обеспечение У Него есть больше способов обеспечить нас У Него есть больше способов, как заплатить за этот дом У Него есть так много способов, как жить свободными от долгов И это действительно впечатляет На прошлой неделе я разговаривал со своей сестрой Элейн Она позвонила и сказала, Джордж Ко мне на прошлой неделе пришло 10 тысяч долларов Я спросил, правда Слава Богу И она начала перечислять Различные места, откуда эти деньги пришли И посреди этого она мне сказала Еще кто-то мне подарил машину Она в потоке? Да, она попала в поток Слава Богу И последнее, что она мне сказала Кто-то впервые употребил это слово Поток Кто это? Билл Уинстон так говорил? Или Лерой Томпсон? Да И Элейн Была в том потоке И Господь сверхъестественным образом Восполнил ее нужды Дал ей то, в чем она нуждалась Ей не пришлось обращаться в агентство По продаже автомобилей Господь дал ей замечательную машину Он вложил в сердце какого-то человека Сделать это Благословить ее машины Поэтому поймите Мы не ограничены зарплатой Мы это ценим И между прочим Я записал следующее Было бы невозможно жить свободными от долгов самостоятельно Если сравнить груз долгов с зарплатой, пенсией Или социальным обеспечением У вашего божественного дохода нет предела Нет никакого лимита В виде зарплаты Нет ограничений Когда мы говорим о Божьем богатстве Мы не говорим о вашей работе Мы говорим о вашем доходе Да Что возможно? Да Что возможно, Джордж? Все возможно Кому? Все Верующему То есть нам с вами, слава Богу Я прочитаю вам еще одно местописание в послании Кефесян Брат Кеннет учил о том, что в конечном счете Наши зарплаты должны стать источником для семян, которые мы сеем Послание Кефесянам 4.28 Трудись, делая своими руками полезное, что бы было и с чего уделять нуждающемуся То есть Ваша зарплата Должна сразу же становиться семенем, который вы сеете Но говорю вам У Бога есть неограниченные, сверхъестественные способы Как сделать так, чтобы мы жили свободе от долгов Хочу кое-чем с вами поделиться Когда мы с Терри начали верить о доме И о свободе от долгов нашей жизни Это было где-то в 1999 году И я сделал две конкретные вещи Первое, что я сделал, это Господь побудил меня прослушать серию проповедей Лерой Томпсона на тему «Деньги приходят» Деньги приходят Еще тогда это были кассеты Сейчас это уже на дисках Но тогда эти проповеди были на кассетах Их было очень-очень много Не помню, 24 послания И Господь сказал мне «Погрузись в это послание» Просто выведи себя из ограниченного образа мышления Не ограничивай себя зарплатой Но выйди из этого состояния И начни питать свой дух, питать свою веру этими посланиями От брата Лерой Томпсона Я так и сделал Деньги приходят Я уверен, что эти проповеди можно найти и сегодня Конечно Я видел Леройа, проповедующего по телевизору Лерой был здесь на 30-дневной конференции 30 дней славы тогда, да И он тянул за рычаг Он выходил на сцену и тянул за рычаг Деньги приходят Деньги приходят Ко мне Сейчас Он тянул за рычаг И скажу вам, это приводило людей в состояние веры Действительно так Это привело меня в состояние веры И второе, что Господь сказал сделать Я хочу, чтобы ты нашел места Писания О моем обеспечении для вас О способами, какими я вас могу обеспечивать Я представляю, это ваше распоряжение Это все доступно в наших конспектах Глория, вот экземпляр для вас Спасибо большое И Господь дал мне 191 местописание О путях того Как он может привести обеспечение Это потрясающе 21 категория Джордж, ты проделал большую работу Не скажу, что Я был в отчаянии Хотя иногда было похоже на это Но скорее я тогда был полон решимости 191 местописание В которых нам говорится о том Как Бог обеспечивает Пути того, как Бог обеспечивает И ты был бы рад, если бы пастора это использовали И делились этим Да И есть список всех этих мест Писания Я не печатал текст всех стихов из Писания Поскольку тогда конспект был вот такой толщины Вы сами это сделаете Может, тебе следует написать об этом книгу? Мне нужно будет это сделать Я сейчас открыл, например, вот это Это книга Исаия 45.3 Хранимые во тьме сокровища Да Это лишь одно из мест Писаний Это лишь один из способов, каким Бог обеспечивает И скажу вам, Горя А послушайте вот это Закон умножения И он приводит местописание Стократный возврат И он приводит местописание Да В тысячи раз больше Да Книга Второзакония, 1 глава, 11 стих Книга Исаии, 60 глава, 22 стих Превратил тебя в миллион Книга Иезекииля, 16 Превратил тебя в миллион В одном из переводов Превратил тебя в миллион Иначе говоря, он умножил народ до миллиона Хорошо, а это же получается и с долларами Потом еще в два раза больше Это потрясающе, Джордж Итак, эти конспекты доступны Скачайте их для себя Господь побудил меня это сделать Вот что я записал перед передачей Помните то слово, которое Господь дал через брата Кеннета? Мы читали его в понедельник Пророческое слово О проявлении славы благословения И тогда, в 2009 году, брат Кенна сказал следующее Духом Божьим Я благословляю вас сверх меры Я благословлю вас сверх вашего дохода Благословлю вас сверх вашей зарплаты Я благословлю вас сверх всего, что вы когда-либо знали раньше Это правда Так что Второй вопрос по свободе от долгов Который мы должны решить Это Я не ограничен моей зарплатой Не ограничен моей зарплатой Аминь Я включил список еще несколько других мест Писания Но нам нужно двигаться дальше Хотя вот еще одно В одном из переводов 67 Псалон 20 стих звучит так Благословен Господь, Который каждый день возлагает на нас благо Осыпает Слава Богу Да, осыпает ими Еще, 1 стих 55 главы книги Исаия Идите, покупайте без серебра и без платы Слава Богу Идите, покупайте без серебра Хорошо, теперь давайте рассмотрим третий пункт Он вот под этим пунктом Который 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 мы только что открыли Да, вот Хорошо Второзаконие 28 28, 2 Это очень важное местописание Нет, извините 28, 12 Там сказано Открой тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо Чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое И чтобы благословлять все дела рук твоих И будешь давать займы многим народам, а сам не будешь брать займы Слава Богу Итак, третий вопрос В отношении свободы от долгов звучит так Воля Божья для меня это жить в свободе от долгов Это воля Божья Воля Божья Послание к римлянам 13, 8 Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви Матфея 6, 12 И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим Первое послание Иоанна 5, 14 И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что Когда просим чего по воле его, он слушает нас И чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимы от него И вот еще пара заметок в отношении этого Мы знаем Итак, мы знаем, что это воля Бога Да, мы знаем, что это воля Божья Большая уверенность приходит от знания его воли Вера начинает действовать там, где известна воля Божья Вера перестает действовать, когда есть вопросы в отношении воли Божьей Поэтому, если появляется какой-либо вопрос насчет того, является ли волей Божьей для нас быть свободными от долгов То, знаете, в этот момент вера перестает действовать Мы не должны останавливаться, но если же это его воля, его обеспечение придет Итак, первый вопрос Бог мой источник, а не люди Второе, я не ограничен зарплатой И третье, это воля Божья для нас быть свободными от долгов И мы можем добавить четвертый А, четвертый Где это было? Подождите Это все возможно верующему Все возможно Слава Богу Это бонус от Глории Купленд Да, аминь Все Да Хорошо сказано, Глория Все возможно верующему Потому что некоторые находящиеся в долгах люди думают, как я смогу выбраться Да, как же Это не вы делаете, это делает Бог Если вы дадите Ему веру, все возможно верующему Слава Богу Мы с Джорджем сейчас вернемся У нас есть завет с Богом, не так ли? Да И в этом завете учтено все, что нам может понадобиться на этой земле Да Чтобы жить наверху, а не внизу Быть головой, а не хвостом И это включает и жизнь свободную от долгов Сейчас в нашей стране особое отношение к долгам Если посмотреть на их рост Да Люди увлеклись долгами И страны Да, и другие страны тоже Я слышу, как люди говорят Единственный способ, как можно испытать умножение в своей жизни Это взять деньги в долг Но это бессмысленно Есть более высший образ жизни Для нас с вами существует более высший образ жизни Чем быть в долгах, чтобы восполнить свои нужды Будь то дом, машина или что-то еще И ваша жизнь является доказательством этого Да Мы доказали это Да, ваша жизнь это доказательство этого Это служение доказало это Мы с Терри это доказали Многие люди это доказали Об этом говорится в Библии Вот что сказано в одном из мест Писания Есть много мест, где говорится о свободе от долгов Но здесь сказано Бог же силен сделать так, чтобы всякое благоволение И все земные благословения пришли к вам в избытке Всякое Всякое, без ограничений Если вы можете в это поверить Бог может сделать так, чтобы это пришло к вам Слава Богу Именно так Аминь И сегодня во время нашего цикла передач о свободе от долгов Я снова напоминаю вам, что эти конспекты доступны И уже более 250 тысяч человек скачали эти конспекты Со времени последнего цикла передач на эту тему Слава Богу О процветании И эти две недели мы проведем Говоря о свободе от долгов О том, как выбраться из долгов Жить в свободе от долгов и больше никогда не одалживать деньги Спасибо, Господь А что происходит, когда у вас нет необходимости брать в долг? Что происходит? Вам не надо отдавать Вот так-то Запишите это Слава Богу Что происходит, когда у вас нет необходимости брать в долг? Да Вам не нужно возвращать Да С процентами Да Как мы уже говорили, этот мир будет давать вам взаймы Но Бог будет давать просто так Если вы будете применять свою веру и верить в Слово Божьему И тому, что в нем об этом сказано И сегодня мы подходим к очень-очень важной части нашего изучения Сегодня мы будем принимать качественное решение Жить в свободе от долгов Это то, чему научили меня вы с братом Кеннетом Это одна из самых замечательных вещей, которые с нами когда-либо происходили Я хочу уделить всего несколько минут следующему Давайте прежде всего прочитаем из послания Иакова В первой главе послания Иакова, начиная с пятого стиха, говорится о том качественном решении, которое мы должны принять Поскольку качественное решение сосредотачивает вас на желаемом результате На том, о чем вы верите Как только вы принимаете это качественное решение, возврата нет Нет пути назад И в пятом стихе первой главы послания Иакова сказано Если же у кого из вас не достает мудрости Допросит у Бога, дающего всем просто Вы знаете, что Бог дает всем нам просто? Да, верно Он тот, кто просто дает И без упреков И дастся ему Но допросит с верою, немало не сомневаясь Немало не сомневаясь Слово «сомневаться» означает «пошатываться» или «колебаться» Но мы не колеблимся, не шатаемся Или иметь двоящиеся мысли Да, мы не колеблимся Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой Интересно, как человек, сомневающийся, управляем? Однажды я увидел это в Библии брата Канетта Мы обедали, он встал Вышел на минуту И я заглянул Украдкой заглянул в его Библию У него прямо здесь было написано Неколеблющимся человеком невозможно управлять Он водил пальцем по полям на что-то указать Да Пальцем У меня тоже в Библии есть несколько таких записей Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа Человек с двоящимися мыслями Не тверд во всех путях своих Давайте пойдем от обратного На основании этого места писания Я научился этому брата Канетта Он шел от обратного То есть целенаправленный человек тверд в путях своих Он тверд Мне это нравится, Джордж Так что мы должны быть целенаправленными, целеустремленными Если вы сегодня за это ухватитесь Примите качественное решение о том, чтобы жить в свободе долгов Вам придется быть целеустремленными, целенаправленными Вам придется быть сосредоточенными Вы должны быть полны решимости У вас должна быть эта бульдоживера, которая смыкает челюсти и не отпускает И не сходите с пути Стойте, пока не уведите себя свободными от долгов Именно это нам нужно сделать, Глория Это качественное решение Я узнал об этом много лет назад от брата Канетта Я слушал, как он проповедует и говорит об этом качественном решении, которое он принял в своей жизни Есть заметки, которые я взял у него, и они доступны вам на нашем англоязычном сайте Скачайте их для себя Они там уже есть Качественное решение – жить в свободе от долгов Качественное решение – это когда вы окончательно решаете для себя вопрос с долгами в своей жизни С этим больше играть нельзя Да, верно С этим С этим покончено Покончено Вы должны занять решительное и наступательное положение Решительное и наступательное Агрессивное положение, это хорошие слова Чтобы получить это Для того, чтобы жить в свободе от долгов Нужно принять качественное решение Вот чему научили меня Канетта и Глория В отношении качественного решения Я перечислил это здесь Качественное решение решает вопрос раз и навсегда Качественное решение – это решение, когда нет возврата Нет пути назад И мы с Терри приняли качественное решение быть в свободе от долгов И мы были очень решительно настроены Мы не вернемся назад Мы больше никогда, никогда не будем брать в долг. Качественное решение – это когда больше не существует обсуждения на эту тему и каких-либо споров. У нас в Терри больше не было обсуждения на эту тему. Следует ли нам взять в долг? Нужно ли нам брать деньги в долг? Мы решили вопрос навсегда. Мы покончили с долгами. Да. Хорошо, мы покончили. Покончили с долгами. Еще одно хорошее выражение. Качественное решение. Мне это нравится. Хорошее название для книги, Джордж. Да, я напишу эту книгу. С долгами покончено. Качественное решение становится напоминанием, чтобы оглянуться назад, когда возникают трудности, и не пойти на компромисс своей позиции. Когда вам кажется, что давление настолько сильное, и вы думаете, ну нет другого пути, только как взять долг, иначе мы не справимся. Вы вспоминаете о своем качественном решении. Мы не вернемся. Мы не пойдем назад в Египет. Если задуматься, то когда оказываешься в таком положении, о котором ты говоришь, когда вы принимаете решение, то в естественном плане кажется, что вы ничего не сможете. Но это совсем наоборот. Да. Потому что когда вы начинаете учиться принимать веры, тогда все возможно верующему. Да, все возможно. И на самом деле ограничений нет. Это ситуация без ограничений. Совершенно верно. Слава Богу. Это снимает все ограничения и границы со всего. Вы с братом Кеннетом приняли это качественное решение в 1967 году. Но у нас ничего не было. Но это было качественное решение, и вы никогда не отступали от него. Да. Качественное решение – это решение, в котором вы не можете вернуться назад. Да. Это решено. Хорошо сказано, Глория. Вы не можете вернуться назад. Это решено. Оно все решает раз и навсегда. И я кое-что об этом скажу через минуту. Я хочу сказать то, что я верю, вам действительно поможет. Это помогло мне. Когда брат Кеннет проповедовал мне о свободе от долгов, он сказал, Джордж, в тот момент, когда ты принимаешь качественное решение жить в свободе от долгов, Бог видит тебя свободным от долгов. Это хорошо. Мне это нравится. Это правда? В тот момент, когда ты принимаешь качественное решение жить в свободе от долгов, Бог видит тебя свободным от долгов. Слава Богу. Фактически, это есть на первом диске с посланием, которое я слушал. Он проповедовал об этом там. В тот момент, когда ты принимаешь это решение, Бог видит тебя свободным от долгов и начинает происходить отсоединение от системы этого мира. Знаешь, в 1967 году, когда мы это поняли, мы твердо стояли на Слове Божьем. Мы были людьми Слова Божьего. Что бы мы ни увидели в Слове Божьем, мы должны были сделать. И с первого, что мы увидели у меня в расширенном переводе Библии, было сказано, «Живите без долгов». У нас ничего не было. Мы были в маленьком арендуемом домике. У нас была мебель, которую нам отдали. Кое-что опокрасилось, сделало попривлекательнее. У нас была подержанная машина, «Олсмобиль». И в то время единственный способ, какой мы знали, как что-то приобрести, это было взять в долг. Да. Одолжить на это денег. А потом вечно выплачивать это. Но вместо того, чтобы закрыть для нас двери перед каким-либо улучшением, это открыло двери. Да. Так что все стало возможным, потому что мы уже не имели дело с банком. Мы имели дело с Богом. Да. Мы верили, что наш Бог обеспечит все наши нужды. Да. Согласно небесному вам. По богатству своему в славе. А не по земной ограниченности. Да, верно. И это делает все возможным. И в тот день, когда вы приняли это решение, один день, в 1967 году, это решение открыло двери перед реальностью хождения в свободе от долгов. Да. В естественном плане это выглядело невозможным. Но вы были так убеждены на основании Слова Божьего. Мы не знали никого, кто поступал бы так раньше. Родители Кеннета не были в долгах. Его папа работал, и у него было все естественно. Да. Но это сделало все возможным. Все возможным. Но потом это стало образом жизни в нашей стране. Брать деньги в долг на то, в чем вы нуждаетесь. О да. Но вы приняли это решение. И вот мы сидим в студии, свободные от долгов. В таком здании. Работают телекамеры, свободные от долгов. На территории служения, свободные от долгов. Аминь. Когда я говорю людям в нашей церкви... А когда ты поедешь домой, ты поедешь на машине, свободные от долгов? Да, на машине, свободные от долгов. В дом, свободные от долгов. Когда я говорю людям, которые сидят в церкви, поерзайте на кресле, свободным от долгов. Да, Джордж. Какой поп, таков приход. Как идут дела в церкви, так они идут и у вас. Слава Богу. Это звучит как поговорка, это ты придумал? Нет, это поговорка, не так ли? Хорошо, запишите это. Разве не хорошо сказано? Воле я подумал, что было бы интересно поделиться этим сегодня на передаче. Было семь качественных решений, которые Копланды приняли, начиная с 1967 года, и которые выдержали испытания временем. Вот они. Первое. Ни у кого никогда не просить места для проповеди. Второе. Никогда ни у кого не просить денег. Третье. Никогда не проповедовать, заранее основываясь на финансовой договоренности. Четвертое. Если у нас это не будет верой, значит у нас этого не будет. Пятое. Все, что мы видим в твоем слове, и что мы понимаем, что ты нам говоришь в твоем слове, мы будем принимать это в свою жизнь немедленно, нравится нам это или нет. Потому что твое слово — это непререкаемый авторитет. Аминь. Шестое. Наши дети не пойдут в ад. Это было важное решение. Это было важное решение. И оно осуществилось. Они не пойдут. Оно осуществилось. Номер семь. Никогда не брать деньги в долг. Не брать денег в долг. Глория. Это было важно. Важно. Это семь лучших поступков, которые мы могли совершить в нашей жизни, чтобы открыть небесные отверстия. Да. Чтобы Бог мог излить благословение. Принять такое решение. Не хватает места, чтобы принять все. Люди не осознают, когда принимаешь качественное решение, как это исправляет мышление. Как это исправляет твой подход. В тот день, когда мы с Терри приняли это решение, произошло что-то освобождающее. Вы закрываете за собой двери? Да. Да. Вы закрываете за собой двери. Другого варианта уже нет. Не остается других вариантов, кроме как верить Богу. И это же произошло со мной в отношении исцеления. Много лет назад у меня были проблемы в нижней части спины. И становилось все хуже и хуже. И я пошел к нашему другу, христианину, к врачу. Это был не Дэвид, это было еще раньше. В то время Дэвид был еще подростком. И вот я пошел к врачу, которого я очень хорошо знал, он был христианином. И он пытался сделать со мной разные вещи. Растягивал меня и так далее. И он сказал, Джордж, единственное, что я могу предложить тебе, это операция. Вот это удар. Я сказал, нет, это не вариант. Я помню Глории, как я вышел из кабинета врача. Фактически, мы вместе с ним помолились. Он согласился со мной об исцелении моей спины. Я помню, как я в тот день вышел на парковку к своей машине и подумал, у меня не остается другого варианта, кроме Бога. И я принял качественное решение, что я буду держаться Слово Божьего. Я не лягу под нож. Глория, моя спина исцелена. С тех пор она исцелена. Да. Она исцелена. Слава Богу. И это тоже пришло благодаря качественному решению. Потрясающе. Вот что сделает качественное решение. Да. По каждому из перечисленных пунктов. Качественное решение. Вы с братом Кеннетом стояли. Когда вы возвращаетесь назад. И верили Богу. И не было никакого пути назад. Я хочу, чтобы вы сегодня приняли качественное решение. Примите это безвозвратное решение. Мы закрываем двери. И мы поддерживаем себя этим решением. С этого дня мы больше не будем брать долг. Возможно, вы сейчас говорите про себя, но мы по уши сейчас в долгах. Вскоре вы выберетесь из них. Да. Вы уже выбираетесь. Слава Богу. Вы принимаете качественное решение выбраться из долгов. Глория. Это открывает мир откровения. Принимая это решение быть свободным от долгов. Или принимая решение насчет чего угодно в Слове Божьем. Вы открываете мир откровений насчет того, как это сделать. И мы поговорим об этом на следующей неделе. Мы будем говорить о стратегическом плане, который есть у Бога для каждого из нас. В отношении того, как избавиться от долгов. Но это приходит после этого решения веры. Качественного решения. Он показывал нам, что делать. И в Писании об этом сказано, но допросит с верой. Да, немало не сомневаясь. Немало не сомневаясь. Немало не сомневаясь. Глория, мы тогда с Терри были очень решительно настроены. Мы просто замкнули себя в этом. Да, были взлеты и падения. Бывали случаи, когда мы падали духом из-за чего-то. Обычно это не происходило с нами одновременно. Или я падал духом, а Терри была исполнена верой. Или она падала духом, а я был исполнен верой. Знаете, мы поддерживали друг друга. Помню, был один случай, когда мы оба пали духом. Это было в процессе реконструкции нашего дома, в котором мы сейчас живем. И за него уже было полностью заплачено. Мы уже приняли решение быть свободными от долгов. И мы уже выплачивали за него, когда началась реконструкция. И мы оба пали духом из-за этого. Даже когда ты воплощаешь это решение в жизнь, кажется, что на это уходит больше времени, чем если бы ты взял кредит. За сколько, ты сказал, это было до того, как вы заплатили за этот дом? Именно за этот. Очень интересно, как Господь осуществил это. Мы купили его у Скотта и Мисси. И мы заключили с ними сделку. Мы продолжили выплачивать за дом вместо них. Я сказал, Скотт, дай мне свои счета, я буду платить по ним. И это будет засчитываться в сумму покупки этого дома. И вот я выплачивал по счетам. А потом мы заплатили стоимость этого дома. И за год мы выплатили всю сумму. Хорошо. А сколько времени у вас ушло бы, чтобы заплатить за него, если бы вы взяли кредит? Мы бы до сих пор выплачивали. В 40 лет? В 40 лет именно столько, что на Израиль выходили по пустыню. Если бы это была ипотека на 30 лет, мы бы до сих пор выплачивали за этот дом. Но мы уже не влезали в долги. Но вот пришел период реконструкции дома. Мы начали достраивать новые части дома. И, знаете, у нас ушло 5 лет на реконструкцию. Но мы это сделали, не влезая в долги. И вот о чем я говорил. Во время этого процесса реконструкции мы пали духом. Нужно не сходить с кучей. Когда вы не исполнены верой, и выходите, и видите все те же самые балки. Ничего не меняется неделя за неделю. Вы призывали это. Вы называли его завершенным, процесс законченным. Потому что мы приняли качественное решение, что мы не будем брать долг. И вот мы позвонили брату Кеннету. Мы оба нуждались в поддержке. И он сказал, дети, посмотрите на прогресс, которого вы достигли. И это все для нас изменило. Поскольку работая, вы достигаете прогресса. Хорошо, вот что мы делаем, Глория. Вот чему вы меня научили. Как принимать качественное решение. Вы сказали, вера во имя Иисуса, мы принимаем качественное решение жить свободными от долгов. Сделайте то же самое во имя Иисуса. Повторите это за мной. Вера во имя Иисуса. Если вы хотите это сделать, если вы готовы. Если вы готовы это сделать, да, повторяйте. Ты хочешь, чтобы я повторяла? Хорошо. Да. Вера во имя Иисуса. Вера во имя Иисуса. Мы принимаем качественное решение. Мы принимаем качественное решение. Жить свободными от долгов. Жить свободными от долгов. Мы избавляемся от долгов. мы продолжаем жить без долгов и мы будем жить и мы будем жить в Божьем переполнении в избытке в Божьем переполнении в избытке и вот что мы с Терри сделали и вы с братом Канетом это сделали в тот день и в тот час вы записали дату и время мы заявляем что мы свободны от долгов а теперь повторите за мной я свободен от долгов сейчас во имя Иисуса Во имя Иисуса. Мои дни в долгах. Мои дни в долгах. Закончились навсегда. Закончились навсегда. Именно это. И вы перестаете брать в долг. Мы перестаем брать в долг. И начинаете выплачивать долги. Да. И стоит ли оно того? Безусловно. Безусловно стоит. Да, верно. Глория, когда мы оплатили последнюю часть долга, в нашем доме было ликование. Уверена, Джордж? Было так здорово. Так хорошо, так замечательно. Знаете, когда вы принимаете качественные решения, подобно этому, я также использую послание к евреям 1.3. Бог держит все словом силы своей. Этому научил меня брат Коннет. Бог поддержит ваше качественное решение. Да, совершенно верно. Можно сказать так. Бог держит или поддержит все, что касается качественного решения жить в свободе от долгов. Он поддержит это решение словом силы. Небеса только что поддержали. Я хочу спросить тебя, ты в чем-нибудь испытывал недостаток? Мы ни в чем не испытывали недостатка. Слава Богу. Прочитаю вам последнюю часть. Поскольку вы присоединились к Слову Божьему, все небесные запасы в вашем распоряжении. Если вы будете держать лицо свое, как кремень, согласно написанному 7 по 9 стихи в 50 главе книги Исайи, Господь поможет вам избавиться от долгов. Когда вы будете держать лицо свое как кремень и настроите свою веру. Не поворачивайте назад. Не поворачивайте назад. Господь вам поможет. Да. Поскольку вы отвернулись от системы этого мира и повернулись к системе Царства Божьего. Наш Отец даст нам просто все, в чем мы нуждаемся. Из долгов, из рабства. Вот еще одно выражение. Вышли из долгов. Слава Богу. Я запишу его. Это истина, не так ли? Из долгов. И когда вы научитесь этому, тогда все возможно. Поскольку, когда что-то возникает, вы уже знаете, как это получить, как действовать. И делайте то же самое. Возьмите местописание, говорите их, не идите на компромисс. И это осуществится. Да. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Мы с Джорджем сейчас вернемся.